Фидель Кастро. Родился 13 августа 1926 года. Бессменный генеральный секретарь Коммунистической партии Кубы. В детстве получил католическое образование. Затем окончил юридический факультет Гаванского университета. Был активным членом революционных студенческих кружков и участвовал в свержении доминиканского диктатора Трухильо. Некоторое время занимался адвокатской практикой и бесплатно вел дела бедняков, что принесло ему известность как защитника угнетенных слоев населения. 15 июля 1953 года организовал вооруженное нападение на казармы Манкада, которое было жестоко подавлено. Фиделя арестовали, но вскоре он был освобожден по амнистии и уехал в Мексику, где познакомился с Эрнестом Че Гевари. Спустя шесть лет повстанческая армия, возглавляемая Кастро и Че Геварой, вошла в Гавану и взяла власть. Диктатор Фульхенсио Батиста бежал из страны. Кастро пережил более 600 покушений, организованных спецслужбами США. В среднем один раз в месяц за 57 лет правления. Самым известным способом покушения была попытка отравить любимые сигары Фиделя марки Кахиба. Первой женой Кастро была Марта Диас-Балат, дочь министра правительства генерала Батиста. Медовый месяц Фидель провел в Соединенных Штатах. От нее появился единственный законнорожденный сын Кастро, Фиделита, который в свое время был женат на русском. Таким способом Фидель хотел укрепить связи с Советским Союзом. За несколько лет до восстания Фидель встретил Нати Ревуэльту, одной из самых красивых женщин гаванской богены. Влюбившись в будущего руководителя Кубы, Нати развелась с мужем и родила ему дочь Алину. Фидель признал отцовство только много лет спустя, когда женился во второй раз. В 1993 году, подделав документы, Алина бежала с Кубы в Соединенные Штаты, где написала книгу воспоминаний, мгновенно ставшую бестселлером. Кроме Фиделита и Алины, по свидетельству очевидцев, у команданта еще семеро детей от разных женщин, в том числе и от бессменной подруги и секретаря Фиделя Селии Санчес, которая покончила с собой в середине 80-х. Политика Фиделя Кастро с самого начала была в значительной степени зависимой от Советского Союза. Командант дал согласие сделать Кубу плацдармом для советских ракет, что привело к Карибскому кризису в октябре 1962 года. Фидель не раз посещал Советский Союз. Награжден двумя орденами Ленина, лауреат Международной Ленинской премии, почетный доктор МГУ. После 1991 года, когда экономическая помощь от СССР прекратилась, на Кубе начался кризис промышленности и сельского хозяйства. 80-летний Фидель Кастро до сих пор правит островом свободы. Его жизнь окружает множество легенд. Среди кубинцев распространено поверье, что командант и Фидель бессмертен.